Дорога к знаниям станет светлее. С наступлением в сумерек будет включаться фотоэлемент, который будет проецировать свет на проезжую часть. В Омске начинается масштабная установка проекционных переходов у школ. А также узнаем, как учреждения сдали главный экзамен перед первым сентября. Разбой средь бела дня. У него не одно соратное, он ничего плохого не взял. Или у него вон, видите, все заработали. А мич напал на таксиста с ножом, чем не угодил агрессивному жителю города случайный водитель. Впервые в жизни на съемочной площадке. Я представляю, как это было, когда тут проходили съемки. Зрители 12-го канала прикоснулись к кинематографу, чем удивила экскурсия к киношнике. Залпы истории. В Омской крепости открылся новый экскурсионный маршрут. А мячи могут отчеканить себе фирменную монету, пробить в колокола и выстрелить из пушки. Губернатор Виталий Хаценко выразил соболезнования семье погибшего при возгорании на нефтезаводе «Амича». Также сообщил, что жизни еще шести пострадавших ничего не угрожает. Медучреждения им оказана вся необходимая помощь, от госпитализации они отказались. Как сообщили в пресс-службе предприятия, все пострадавшие, а также члены семьи погибшего сотрудника получат всю необходимую материальную помощь. Напомню, накануне в районе 15 часов дня там произошел хлопок и возгорание. По уточненным данным МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров. В 23 часа пожар был полностью ликвидирован. Сразу 200 проекционных пешеходных переходов появятся в Омске. Их оборудуют вблизи образовательных заведений. Это световой коридор, который формируется с помощью специальных проекторов. На их установку было выделено дополнительное финансирование больше 160 миллионов рублей. Такая разметка не стирается. Она будет работать в темное время суток при любой погоде. Световая зебра поможет сократить число возможных ДТП. Подрядчики завершили монтаж оборудования на всех запланированных участках. Идет подключение к электросети. Полностью закончат работы к началу учебного года. С наступлением в сумерек будет включаться фотоэлемент, который будет проецировать свет на проезжую часть. Он будет максимально обозрим всем участникам дорожного движения. Проекционный пешеходный переход увеличивает видимость на проезжую часть на расстояние более 100 метров от места его нахождения. Соответственно, если данный проекционный пешеходный переход отсутствует, то видимость сокращается до 30-50. Между тем, подготовка к школу к новому учебному году завершена. 380 миллионов рублей направлено на ремонт образовательных учреждений. Как рассказали на пресс-конференции сегодня, большую часть средств направили на ремонт кровель, приобретение учебной мебели, комплектов лабораторного оборудования. Также часть была направлена на обновление спортивных и актовых залов. Напомню, что также в этом году в честь года семьи, объявленного президентом Владимиром Путиным, каждый первоклассник нашего региона получит рюкзак с полным набором канцелярских принадлежностей. А всего в этом году омские школы примут более 13 тысяч первоклассников. Все учреждения прошли приемку, у нас стопроцентная готовность. Но в соответствии с установленными показателями, что смотрится во время приемки, это, конечно же, антитеррористическая защищенность объектов, это организация питания, это выполнение требований санитарных норм и правил. 59-летний таксист стал жертвой разбойного нападения. ЧП произошло в частном секторе в Старом Кировске. Водитель высадил пассажирку и получил от ее сожителя нож в покрышку. А также был вынужден отдать все заработанные деньги. Тем не менее, обвиняемый даже в зале суда настаивает, что он жертва инцидента. Подробности в сюжете. Желание легких денег затмило рассудок всего на несколько минут. А искупать наказание в колонии теперь, вероятно, придется не один год. На скамье подсудимых 40-летний Амич, подозреваемый в разбое. Мужчина вышел встретить сожительницу из такси, но вместо того, чтобы поблагодарить водителя за услугу, накинулся на него с ножом. Инцидент произошел здесь, на 12-й Самарской. Водитель такси, как обычно, завершал заказ, когда к нему подошел агрессивный мужчина и потребовал поездку. Получив отказ, злоумышленник проткнул переднее колесо автомобиля ножом, а после ударил мужчину и забрал выручку в размере 3,5 тысяч рублей. Домой к предполагаемому грабителю силовики нагрянули меньше, чем через сутки. Впрочем, своей вины любитель легкой наживы не отрицает, но все равно уверяет суд. Он – жертва. А содеянным подозреваемый даже сожалеет. Уверяет алкоголь, затуманил рассудок. Впрочем, и деньги, за которые теперь на него надевают наручники, в этот же вечер потратил на спиртное. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. По ходатайству следователя, Кировским районным судом города Омска ему избрана мера посечения в виде заключения под стражу. Сейчас судом принято решение заключить подозреваемого под стражу. Может быть, хотели извиниться перед водителем? Попросить прощения? Очевидно, что пока к извинениям мужчина не готов. Впрочем, этот же вопрос прозвучит в зале суда еще раз, в день, когда решится судьба подозреваемого. Ему грозит вплоть до 10 лет лишения свободы. Екатерина Малицкая, Дмитрий Хромцов, 12 канал. По стопам кинопрома родного города 12 канал провел экскурсию по местам съемок своих лучших фильмов. В преддверии дня кино наши зрители посетили локации, где снимались картины. По следам черной кошки, поэт Никто, Несломленный и Покоривший космос удалось гостям пообщаться и с авторами фильмов. Как это было в репортаже Анны Лукинец. Жуть, когда оно все начинает проваливаться. Я представляю, как это было, когда тут проходили съемки. Как только переступаешь порог, перед глазами леденящая душу история о беспризорниках, которые убивали своих сверстников ради ограбления. Именно на этом чердаке и снималась одна из сцен документальной драмы 12 канала «По следам черной кошки». Экскурсия по этим местам впервые. Киномаршрут экскурсии «Киношники» построен по историческим зданиям, где проходили съемки фильмов нашего медиахолдинга. Например, это историческое место служило локацией для киноленты Несломленный. Вот в этом зале у нас снималась сцена, которая в фильме происходила во Владивостоке. То есть это был бал. А в самом органном зале снимали ту самую мистическую сцену из фильма «Поэт Никто». Съемки этой киноленты проходили практически по всему городу и даже за его пределами. Я вам обещала, что в театре живописи вас ждет сюрприз. Помните? Помните. Итак, вас ждет здесь Светлана Веретенникова. Светлана Веретенникова, автор фильма «Поэт Никто». Основные действия киноленты происходят в театре. При этом сцены даже не реконструкция событий, а сны героев. По сюжету картины именно в этом месте современные актеры хотят поставить спектакль о поэте, который прозвал себя никем. Много размышляют, репетируют и видят сты, как он жил. Заявок было около сотни. Отобрали всего 14. У одного из участников двойной праздник. Что совпало с днем рождения, это просто удачное совпадение, что звезды сложились так, что такой подарок, что попал в число тех, кто на этой экскурсии участвует. Побывали экскурсанты и на съемках нового фильма 12 канала «Вальс со смертью». Проект реализуется Омским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с АО «Омские медиа» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Александра Козлова участвовала в массовке. Мне стало это интересно для самой себя. Во-первых, с детьми, чтобы поделиться. У меня пятеро несовершеннолетних детей. Они были очень рады. Они меня вчера до часу ночи не ложились спать, ждали. Экскурсия киношники – экспериментальная. К ней организаторы готовились основательно. Во-первых, я пересмотрела все фильмы. И не на раз. Я поговорила с создателями фильмов. Ну, конкретно с Светланой Веретенниковой, с Светланой Лазаревой. Они мне рассказали, как они выбирают темы, как они работают с музыкой, с актерами. Видно, что людям нравится эта тема. Видно, что людям хочется узнать больше. И поэтому, скорее всего, экспериментальная, может быть, перейдет в разряд постоянных. Амичи остались под большим впечатлением от киноэкскурсии. В соцсетях до сих пор делятся восторженными отзывами. Но почувствовать себя частью киномира еще получится. Вся информация будет размещена на сайте нашего медиахолдинга. Анна Лухинец, Павел Манжос, Матвей Лемский и Павел Ромось, 12 канал. Хотел попасть на прием к врачу, но оказался жертвой мошенников. Аферисты начали применять новую схему обмана. Злоумышленники звонят Амичам и представляются медицинскими работниками. Приглашают на плановые обследования или говорят, что появился шанс записаться к узким специалистам. Один из самых распространенных сценариев, когда мошенники звонят потенциальной жертве, представляются сотрудниками поликлиники и предлагают пройти диспансеризацию. При этом записаться к необходимым врачам можно сразу по телефону. Надо лишь назвать код из смс-сообщения. Но на самом деле этот код используется не для записи в поликлинику, а для подтверждения входа на портал госуслуги. Там мошенники могут получить много информации о своей жертве. Номер паспорта, СНИЛС, сведения об имуществе. А затем аферисты смогут использовать эти данные в других схемах. Например, чтобы оформить на имя потерпевшего кредиты и займы или вымогать деньги у его родственников. Амичам напоминают, не называйте никому коды из смс-сообщений, данные своих документов и реквизиты банковской карты. Ни в коем случае не следует переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и тем более устанавливать на свои устройства приложения по просьбе незнакомых вам людей. Три малых города Омской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это Иссель-Куль, Называевский Тара. Они получат федеральный грант в размере 230 миллионов рублей на реализацию проектов благоустройства. Проекты победителя будут реализованы в течение двух лет с 2025 по 2026 годы. Так, Иссель-Куль получил грант на реализацию проекта улица Парадная, благоустройство улицы Коммунистическая и площади. Проектом предусмотрено отделение территории на четыре функциональные зоны – пешеходную, торговую, зону массовых мероприятий и площадь перед кинотеатром. Называевск победил с проектом «Музей под открытым небом», «Северный парк», «Красная звезда». Тара получила финансирование на проект «Тарская мозаика» – благоустройство парка культуры и отдыха, который включает в себя две части – историческую и современную. Здесь предусмотрена все – парковая зона, места для отдыха, новое всесезонное кафе, событийная площадка с аттракционами и открытой стационарной сценой, павильон для мастер-классов и детская площадка. Но в областном центре сезон благоустройства завершат осенними высадками деревьев. Для этого закупят почти 2500 саженцев. В основном это лиственницы – 777 штук. Также сибирские яблони, татарские клены, несколько видов ив, серебристый тополь, рябина, ясень, сосны и ели. Первые высадки агрономы планируют начать во второй половине сентября. Сразу два проекта 12-го канала стали победителями межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирьпром». В номинации про спорт чемпионство получила Оксана Савочкина за выпуск под названием «Несломленные программы местные жители». Героем работы стал почетный мастер спорта штангист-рекордсмен Юрий Медведев. История о нашем земляке признана лучшей в спортивной тематике. А в номинации «Цифровая Сибирь победу» удержала наша коллега Наталья Фаткина, автор проекта «Технологично». Номинация посвящена ключевым трендам в IT-индустрии и телекомсфере, организации доступа к высокоскоростному интернету, внедрению современных информационно-аналитических сервисов, устранению цифрового неравенства. В этой тематике лучшим стал выпуск под названием «Дирижер перекрестков. Светофор». Всегда самое сложное – это показать, как устроены те вещи, которые нас окружают. И для того, чтобы зрителю было легче понять этот сложный процесс, мы используем графику, мы делаем анимационные интересные мультики. Мы действительно со всей любовью и душой делаем этот проект. И, конечно, когда получаем признание, очень лестно, очень приятно. Спасибо большое. Палить из пушки в Омской крепости теперь будут для всех желающих. Новый экскурсионный маршрут представили сегодня. В экскурсионный маршрут вошли шесть локаций, колокольная звонница, денежная кладовая, цех гаусс, артиллерийский арсенал. Также его дополняет пешая прогулка по набережной от Омской крепости до драмтеатра. Опытные экскурсоводы расскажут о становлении Омской крепости, ее предназначении, реставрации, а также другие интересные факты. Кстати, продумали организаторы и образ экскурсовода. Он облачен в форму солдата 43-го сибирского стрелкового полка. Попасть на экскурсию можно по предварительной записи на сайте Омской крепости или в соцсетях. Мы сейчас стараемся восстановить не только предметы, но восстановить еще какую-то атмосферу Омской крепости. А Омская крепость говорила. Говорила с окружающим миром. И два инструмента было для коммуникации. Это выстрелы из пушки и колокольный звон. Поэтому сначала колокольный звон. Мы заходим на нашу звонницу и можно будет побить в колокола. На батный как раз там колокол висит. А потом выйти на улицу и вместе с нашим замечательным экскурсоводом костюмированным зарядить артиллерийское орудие и сделать холостой выстрел. Подробный сюжет о новом туристическом маршруте в Омской крепости смотрите в итоговом выпуске «Час новостей» в 19.30. И вот о чем еще расскажем. Дикий зверь в тесной клетке. Вот он ходит. Все его видно. А мечи обнаружили медведя в центре города. В центре не переживайте, все нормально. Он в адаптированной клетке под замком. За что косолапый попал за решетку? Как он оказался в жилой застройке в центре Омска? И какие еще неожиданные подробности удалось выяснить Ангелине Руновой? К холоду не рад. Паразиты в Омских парках нагнали жути. Почувствовать человека они способны за 12-14 метров. И преодолеют это расстояние в считанные секунды по ветру. Почему клещи осенью намного опаснее, чем весной? И какие меры принимают, чтобы защитить людей и животных? А также, как правильно выгуливать домашних питомцев после окорицидной обработки, чтобы не навредить их здоровью, расскажем в итоговом выпуске «Час новостей». Смотрите в 19.30. И о спорте. Уже в эту пятницу на G-Drive-арене состоится презентация хоккейного авангарда. Гостями праздника станут именитые фигуристы. Тем временем, сегодня в спортивном комплексе имени Ларионова стартуют матчи по волейболу среди женских команд на призы губернатора Омской области. Другие наши спортсмены уже успели себя показать на чемпионате России по роллер-спорту. Подробнее обо всем расскажет Алексей Дариев. Амичи отлично проявили себя на чемпионате первенства России по роллер-спорту, а также на первенстве федерации по дисциплинам спицкейтинга, которые прошли в Магнитогорске. Илья Левченко стал победителем первенства страны. Иван Артемов завоевал бронзу на чемпионате России, а Егор Габеркорн выиграл четыре медали высшей пробы на первенстве федерации. В Омске прошел седьмой тур региональных стартов по велоспорту на треке на приз заслуженного мастера спорта СССР Эдуарда Раппа. Спортсмены, разделенные на четыре возрастных категории, соревновались в гонке с выбыванием, гите с места и в скретче. Лучшими в своих категориях стали Злата Бойченко, Данил Мурашко, Анна Бобровникова, Степан Медведев, Вероника Шайкина, Сергей Фролов, София Клочко, Андрей Докшин, Матвей Придатченко и Радомир Костюрин. В ближайшую пятницу 30 августа в G-Drive-арене состоится презентация хоккейного авангарда. Гостями праздника станут именитые фигуристы. Двукратные чемпионы России, чемпионы Европы, бронзовые призеры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Двукратная победительница первенства России, чемпионка России София Акатьева, чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Начало в 18 часов. Сегодня в Омске в спортивном комплексе имени Виктора Ларионова стартует матчик Кубка Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женских команд на призы губернатора Омской области. Для Амички этот домашний турнир – важнейшая часть подготовки к стартующему в сентябре чемпионата России средних клубов элитного дивизиона – Суперлиги. Сегодня вечером наша команда сыграет с Сахалином. Завтра, 28 августа, подопечным Андреем Подкопаевым предстоит встретиться с амурскими тигрицами из Хабаровска. Днем позже – с Динамо-Владивосток. 30 числа наши девушки отдыхают, а завершат турниры Амички 31 августа игрой с Красноярскими Енисеем. Начало всех встреч с участием нашей команды в 18.30. Вход на все игры для болельщиков свободный. Алексей Дарьев, 12 канал. Далее прогноз погоды, но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12.канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 28 августа, в Омске переменная облачность, небольшой дождь. В ночное время 12-14 со знаком «плюс», днем до 22 градусов выше нуля. В районах переменная облачность, дождь. Ночью плюс 11, плюс 13. Дневная температура до плюс 22. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. До встречи в эфире 12-го канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин